Всем доброе утро! У меня бьюти-утро! С бьюти-утром! Шапка, которая греется. Вот плохо, видите, у неё какой короткий этот самый? Особо так вот по дому не походишь. Так вот я располосала свои волосы. Нанесла этот самый ладорчик. Я поняла, когда я гулю завязываю вот здесь, она не особо прогревается. Мне надо как-то эти вот волосюшки вот так по всей голове раскладывать. Всё. Ну и что? И всё. Максималочка, поехали! Надо было кофе с собой взять. Ну, ладненько. На чуть-чуть я тут поднакрасила бровки. Капелюшку. Ну, всё равно сейчас пойду ещё умываться. Точнее, я умылась. Голову смывать. В общем, посижу я... Ладно, сейчас я засеку время. Так. Ну как, доброе утро. Без десяти два. Доброе утро. Сейчас я засеку десять минут. Двадцать. Двадцать посижу. Потом пойду. О! Прям тепло-тепло становится. Что гудит? Шапка гудит. Я в шоке. Так, значит, и через двадцать минут я пойду намажу на корни маску специальную с красным перцем, чтобы быстрее и быстрее волосы росли. Я забыла выпить Селцинк Плюс. Я, кстати, ещё другой купила. Подешевле в несколько раз. Но отзывы хорошие. Ну, в общем, я протестирую. В принципе, состав-то плюс-минус один и тот же. Вот. Кстати, в этот Селцинк Плюс, который там за девятьсот рублей, мне не положили вот эту вот бумажечку. А давайте я схожу, чтобы мы тут быстренько всё попроверили, посмотрели, пока вот я сижу двадцать минут. Значит, снимаю и ухожу. Так, я вернулась. Ого, какая горяченькая шапочка. Прелестно, прелестно. Так, я выкинула упаковку. У меня последняя осталась вот эти. Селцинк Плюс. Промет. Ну, это, наверное... Не надо посмотреть вообще, кто производитель. И Цинкосилен. Я купила. Но у них тоже хорошие отзывы. Это уже, конечно же, Россия. Москва. Традады. Вот. Здесь тоже хороший такой состав. И по цвету они, видите, прям похожи. Эти только более-таки округлые, а эти приплюснутые. Вот. В общем, я пока пью утром эту, вечером эту. Ну, я её только-только забрала. Одну таблеточку выпила. В общем, будем смотреть. В этом месяце я ещё ничего не покупала для покраски. Ну, точнее, я-то купила. Я уже купила два пакетика порошка. Я решила банку полную не брать, потому что мне кажется... В общем, может быть, я на Бэллу перейду. Ну, то есть, зачем мне ЦЭКа. Вот. Шестёрку тоже. Пока я не брала в большой банке. Ну, я купила два пакетика порошка ЦЭКа. 6-процентный окислитель, бутылочку на один раз я купила. И краску я заказала, ещё не забрала. Вот. 1,9 окислитель у меня есть. Что ещё? В этом месяце я планирую купить себе Дарсенваль, чтобы делать микротоками массаж. И какое-нибудь очень крутое масло с амлой там. Ну, в общем, я уже нашла там индийские масла. Там смесь масел с эфирными маслами. В общем, такое что-то интересненькое. Ну, там тоже бутылочка где-то тысячу, наверное, стоит. В общем, как-то так. Ну, вообще планирую хотя бы Дарсенваль и хотя бы какое-нибудь там репейное масло. Ну, в общем, как? Можно и без масла делать расчёсывание, массаж головы. Но говорят, что может кожу головы подсушить. Поэтому всё-таки надо на масла. Ну, и в общем, да, как массаж на теле мы делаем просто массаж. А можно же с какими-то полезными лекарствами, мазями и всем остальным. Ой, мне уже жарко. Я сделаю, наверное, на средненькую. Ну, всё. В общем, сидим. Так, ну что? Я смыла голову, немножечко просушила. Ну, вообще, чтобы вот вода с меня, скажем, не текла. Ну, вообще, волосы я досушиваю в основном естественным путём. Хотела вам показать. Ладор. Я купила месяц, ну, почти полтора месяца, но даже не до полтора масла. Смотрите, осталось. Здесь 10 миллилитров. Ну, просто людям в, там, в 100 миллилитров не захватать на год, на больше. Я выпила, вот, ну, за месяц с чем-то. Не до полтора месяца. Я вот не знаю, что делать. Покупать себе полную версию. Сколько она там? 50 или 100 миллилитров? 100, наверное, да? Или попробовать что-то другое? Потому что для некоторых это масло жирнит даже. Волосы мне писали, что будь осторожна, я его наношу три раза в день. Оно просто впитывает, впитывает, впитывается. Оно впитывает. Волосы впитывают, впитывают это масло и, ну, просто становится, скажем так, лучше. Всё. Никакого супер жирного эффекта нет. Сейчас вообще пол ладошки налила и вот прям распределила и по кончикам. И вот здесь остатками прошлась. И вот здесь, знаете, вот тут такие вот у нас заломыши такие вот сухенькие волосюшечки. Они здесь вообще очень-очень ну, такие вот прям нежненькие, подвержены ломкости. В общем, прошлась. Учитывая, что вот это масло у меня уже половина. Я его купила позже. Здесь 18 миллилитров. То есть 10 я уже отсюда точно использовала, ну, пусть 8. То есть я за месяц использовала 18 миллилитров масла. Это, наверное, много, учитывая, что у меня, правда, волосы не жирнит. Это тоже по описаниям супер-супер жирнящее масло волосы. Я не знаю, может быть, какой-то такой пока что такой эффект мне нужен. Я не знаю. Ну, то есть, может быть, пока что они напитываются, эти волосы. Но, опять же, как они напитываются? Ты их помоешь, они же все, их надо заново напитывать. Не знаю. И еще я себе купила масло виноградной косточки. Я, наверное, не показывала. В общем, я прочитала, что это масло является, в принципе, довольно нежирным. И вот я его тоже наношу вечером на второй день, когда утром я знаю, что я буду мыть волосы, что даже если слегка подзажирнятся, они вот совсем слегка кончики, это как бы не страшно. Но это масло я даже не выдавливаю пипетку, я просто вот снимаю вот так вот, вот просто дотрагиваюсь и все. И все. Это масло, кстати, очень полезно для кожи лица. Он довольно жидкое, но не то, чтобы нежирное. Конечно, масляный эффект присутствует, но не такой жирнючий, может быть, как в каком-нибудь касторовом масле, но это понятно. Вот, так что можно его и на лицо, и остатки снять даже можно на волосы. Но сейчас я не буду, потому что я очень много масла нанесла, и нужно посмотреть, пускай сначала волосы высохнут. Вот, так что такое вот еще маслечко я купила. Здесь 30 мл, но этого точно мне хватит надолго, потому что вот именно вот это масло, во-первых, оно натуральное. Это без всяких силиконов, это вот просто масло виноградной косточки. Оно жидкое, и его прям надолго хватит. Хотя оно жидкое, потому что я даже вот не выдавливаю, просто дотрагиваясь, вот что, что упало на ладошку, то мое. По поводу Силк Цинк Плюс и вот этот вот Силк Асилен, самое важное, что мне необходимо, это бета-каротин, как и в Силк Цинк Плюс, есть этот витамин, так и вот здесь он есть, есть бета-каротин, Цинк Силен, витамин С, витамин Е, это уже такое. Ну, в общем, я пропью и расскажу вам, действует ли вообще вот этот БАД, вот эти витамины, не знаю, как правильно назвать. значит, наносила я на кожу головы маску с красным перцем, я ее держу недолго, я ее держу до тех пор, пока не начнет маска работать и не начнет сжечь, я сразу же иду смывать, потому что, когда я смываю, теплая вода, мне кажется, просто каким-то кипятком, когда я сушу феном, вот сейчас я даже не досушила, знаете, еще и плюс, что вот они сами, я хочу, чтобы высохли, ну и естественно масло, чуть-чуть осталось виноградной косточки, тоже, наверное, сниму на волосы, феном даже горячо сушить, потому что кожа такая вот прям теплая, вот, буду пользоваться, то есть, как бы стимулировать рост волос, мы напитываем организм полезными веществами и тогда только уже можно стимулировать, а если у вас внутри в организме ничего нет, что там стимулировать, да, собственно говоря, вот, я тут, значит, хожу, измеряю, но у меня уже где-то сантиметров, не сантиметров, сколько у меня было, где-то миллиметров семь-восемь у меня было, но я красилась шестнадцатого, по-моему, числа, то есть, ну, может быть, будет сантиметр и два миллиметра, как бы не два сантиметра, то есть, я прихожу, ну, я буду смотреть, чем больше я буду наполнять организм всякими такими вот полезными штуками, еще я там себе обязательно биотин хочу взять, еще какую-то там именно кислоты, вот эти вот специальные, да, которые вырабатывают там что-то, рост волос наших, в общем, еще я возьму несколько бадов, витаминов, и я буду смотреть, подключу дарсенваль, масла на кожу головы и посмотрю, реально ли отрастить, ну, давайте так, ну, не два сантиметра, ну, хотя бы полтора, это было бы очень-очень круто, ну, вот у меня, я так понимаю, что нет, я делаю массаж не каждый раз, вот как-то неделю-полторы я делала массаж через день, потому что, все-таки от массажа у меня волосы жирнятся, в общем, кому интересно про волосы, вот, я высказалась, кому не интересно, ну, следующее видео будет, может быть, какое-то другое, парфюмерное, например. Что по аромату? Я вчера была в аромате Incadessence Enjoy, и у меня такое ощущение, знаете, как будто я гуляю по полю, где растут подсолнухи, действительно, вот этот аромат подсолнуха, именно стебель, зелень, вот этот ствол, такой широкий, трубчатый, что-то там, вот это вот белое такое, мягенькое внутри, в общем, действительно, ощущение такое есть, и он довольно, кстати, стойкий, и, как мне кажется, он, ну, у него такой, хотя бы какой-то есть шлейф, может быть, он средний, может быть, он не слишком далеко от меня уходит, но он точно есть шлейф, в общем, пользуюсь Инджойчиком, а вы мне писали, что не можете пользоваться одним ароматом, недели туда-сюда, ну, дело каждого, во-первых, а во-вторых, я думаю, что, вот, например, этот аромат, я его могу отнести к повседневным, более простым все-таки ароматам, хотя он хорош, если в эту неделю, например, ну, вот как я хочу, да, что-то такое, супер важное событие, или какая-то прогулка, или, ну, в общем, да, то я могу выбрать какой-то аромат на выход, если он мне понадобится, например, но в эту неделю получается, что я носила все-таки три аромата даже, вот, это как бы, как я сказала, челлендж, то есть я себя не буду по рукам бить, нет-нет-нет, но я буду стараться, вообще хотя бы, ну, то есть, как-то вот так, носить неделю один аромат, если получится, да, не получится, ну, два-три, но не восемь, там, пять, как я делала это раньше, все-таки нет, мне хочется подольше побыть с ароматами, вчера я варила больше, расшарашила себе, значит, палец, я мыла голову, намочила, это я капусту терла на вот этой вот терке, я ненавижу резать капусту, я ее натираю на терке, ой, вчера вечером постель, значит, перестилала, а у нас кровать такая, как кожей, знаете, обтянута, вот эти вот сейчас же модные, и хорошо, что, а я же еще давно думала кожу выбрать, или, ну, вот, вот велюрчик, вельвет, и как хорошо, что кожа, потому что я уделала всю кровать кровью, давай отмывать, хорошо с кожи, она быстренько сошла, единственное, что есть там, знаете, места, где кожа прошита, там ниточки, но, в принципе, я холодной водой, ну, все быстро отошло, вот, так что, вот ненавижу я готовить, честное слово, вот прям ненавижу, либо потому, что у меня постоянно какие-то травмы, после готовки, какие-то, знаете, там, масло брызнуло, в общем, я как эта вся, либо это происходит, потому что я ненавижу готовить, я не знаю как, вот, причем мужу нравится, как я готовлю и все остальное, но для меня это прям так, ну, тяжело мне, не люблю я, не люблю. Мой хороший, вот такой влог был утренний, в два часа дня был утренний влог, всем пока-пока, может быть, если я соберусь с мыслями, вот, то я все планирую снять, ароматное видео, про мои ароматы от Терри Мюглер, ну, то есть, все, что есть в моей коллекции, целых три парфюма, но про один я вот прям, так вот, много не говорила, вот, что, на этом все, прощаемся, до новых встреч, пока-пока.